Ну что, всем еще раз привет, друзья! Мы возвращаемся на трансляцию Чунь Цинь Мейджора. У нас с вами внезапная СНГ-квалификация. Она все еще продолжается, несмотря на поздний вечер. Мы с вами наблюдаем за верхней сеткой. У нас противостояние Virtus.pro и команды Spirit. Пока 1-0, ВП уверенно идут впереди, выиграв первую катку за 19 минут. Не знаю, Spirit будет очень сложно возвращаться в эту серию, мне кажется. Да, причем ВП четко понимают, что они делают, как это нужно делать. У них есть, ну, та самая цитата, есть стратегия, и мы ее придерживаемся. А, тактика. Есть тактика, и мы ее придерживаемся. И ВП действительно показывает нам и пуш через ауры, пуш через суммонов. Быстрая темповая игра и, конечно же, пользуются еще своим огромнейшим опытом командного взаимодействия. Да, у нас тут ВП настолько жесткие ребята с обилием своих стратегий и тактик, что после игры с ними некоторые команды просто выходят из квалификации. У нас буквально вот пришла новость только что, что команда 7 дисквалифицировалась с группы. И это произошло после того, как они отлетели от Virtus.pro с счетом 0-2. Ну, по официальной причине ребята из 7 это сделали, потому что у них там в Кубке России сейчас будут отборы. И они приоритет расставили, наверное, верно, на мой взгляд, потому что шансов здесь у них откровенно немного. А на Кубке России есть шанс побороться за хорошие деньги. Определенно. Но в целом понятно, что здесь конкуренция очень высока. Да, и в итоге получается так, что команда, которая проиграет здесь, вот в этом матче, будет встречаться с Наупангельер. А Спириты уже встречались с Наупангельер. И обыграли их. Вот. Поэтому напомню, что из группы выходят две команды. По идее, если Спириты все сделают так, как они до этого делали, у них как минимум второе место должно быть. Я понял. То есть ты хочешь сказать, ты уже думаешь, что Спирит морально настраивается на то, что придется играть все-таки с Наупангельер. Не сейчас, но после катки придется настроиться, мне кажется. Ладно, друзья, давайте смотреть вторую карту. Да, у нас Даззл, ферст пик, Спирит и Луна Брю, тут Сен Кинг, Дизрапер Скай. Даззл, вот ты говорил, медовой Даззл. Я жду, я хочу. Нет, просто вот H-Cup, да, я смотрел его очень много. Четыре-пять дней подряд я транслировал огромное количество матчей с топовыми китайскими командами. Ну, Даззл ходит в мид, он какой там жесткий. Он жесткий, но, как мы видим у нас, и там на ХММР пабликах европейских, и ребята, которые играют у нас профессионально в командах, на праках больше любят Даззла все-таки как суппорта. И появление Скаймага, возможно, нам тизерит больше Скаймага в мид. Ой, Скаймаг в миде тоже хорош. Нулики, нулики просто берешь 3-4 нулика и пошел Аркейнболт, Аркейнболт и все, противника просто нет. Это очень сильно. Это невероятное количество магического урона, конечно. Амплифай там, по-моему, по 3% с каждого нулика, прям слишком сильно. Центр выиграть на Скаймаге очень просто. И вопрос, самый главный вопрос, как контрить Скаймага в центре, кто может выстоять? Кто тот персонаж, который протерпит? Кто? У тебя есть варианты? Слушай, я не знаю, там Пларочка может как-то постоять со Скаймагом. Наверное, плюс-минус может, но есть проще варианты. Есть Байпер. Вайпер. Вайпер. Вайпер, у него резист к магическому урону. Доминатор может собрать. В том числе. Кстати, недавно тоже комментировали отборочный навеск. Понятно, опять же, что команды там совершенно другого эшелона, совершенно другого уровня. Но все равно ребята имеют и рейтинг хороший, и сборный. Получается, украинский отборочный. Там был матч-ап. Скаймаг против последним пиком появился Хускар. И мы сначала сидели с Байперком комментировали, и мы подумали, что до изменений Хускар, конечно, бы просто в мясо бы вынес его. Но получилось, как получилось. Спасивочку изменили, и все. Да, теперь парень не терпит магический урон. Какие еще варианты? Пугна? Пугна тоже хорошо. Зевс? Мне нравится. В ответ спамят. Зевс? Ну, тут тоже по ситуации нужно смотреть, подходит ли Зевс в принципе под драфт. Нет, это понятно. Мы сейчас рассматриваем героев, которые просто могут против Скаймага стоять. Потому что на самом деле Скаймаг это теперь сильная угроза. Что уж тут говорить. Тут надо конкретно против него хорошего персонажа подбирать. Слушай, я не знаю, мне все-таки нравится Темпларк, и можно и Аркейн Болт, абсорбить каждый Аркейн Болт, там ловить рефракшн. Плюс Скаймаг, он достаточно хлипенький, и по игре это дойдет до мидгейма. Если у Темпларке будет все хорошо, то может хорошо с ним разбираться. Феникс пока появляется. Ну, крайние линии себе спириты сформировали таким образом. Луна Дизраптор и Брюв Феникс. Скорее всего, именно так будут расставлять своих персонажей. Морфинг от ВП. Ну, тоже такой задел на лейт, больше мидгейм лейт, и как раз то, что мы видели в прошлой карте от ВП. Рамзес, конечно, там был Сларк, и тоже такой своеобразный задел на лейт. Есть четыре персонажа, которые давят, и в случае неудачи есть Рамзес, который фармил все время, ему обеспечивали комфортный фарм, комфортную линию, у него было очень много пространства, и поэтому, опять же, наработка Virtus.pro на перспективу, которая, может быть, и понадобилась бы. Она была. Интересный бан от ФНГ. Забанил Лину, он все еще подразумевает, что Скаймаг не 100% пойдет в центр. Там есть варианты, да, потому что Лина со своей пассивкой против Супернового Феникса хороша. Да, Зевса забанили. Это логично. Зевс тот персонаж, который в центре стоит против Скаймага, об этом мы упомянули. Появляется Doom, и это теперь, ну, с вероятностью в 99% Скаймаг мид. Причем, когда видишь двух героев, Сэн Кинга и Скаймага в одном драфте, понятно, что сейчас это уже немножко другие позиции, но у меня вот сразу флешбеки-флешбеки Сэн Кинг, Скаймаг, 14-й год и Флайфен Рир, та самая пара. Но вообще два героя в паре работают очень жестко. Много магического урона, плюс контроль, сайленс в целом. Ну и, конечно же, все это еще полируется Doom'ом, Даззлом. Это медовой Даззл, да! Да, 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 все, поехали смотреть. Я прям заряжен на эту карту, я наконец-таки это увидел, только где-то кроме Азии, кроме там всей региона, кроме китайского региона. Вот он, вот он, давайте, Virtus.pro покажите, как это должно на самом деле работать. Некрономиконы, медасики, все активные предметы и вперед спамить противника. Круто. Да, Роджер все-таки забрал Скаймага. Кунка появился у Spirit последним пиком, тоже мы как раз мало внимания этому уделили, но Кунка постоит в виде против Даззла, думаю. Да, причем, что интересно, то есть мы предполагали, мы сомневались еще, я говорил вам 99%, что Скаймаг, я был неправ, соответственно, 1%-то сработал, но ФНГ-то знал, ФНГ что забанил в последней стадии? Лину, да, он предполагал, что Скаймаг может и не в центр отправиться, но я думаю, что это тоже побочный эффект праков, все-таки я думаю, что Spirit и VP тоже тренируются вместе, но может быть и не играют, потому что, насколько я знаю, команды, которые участвуют, ну, так, в одной квале перманентно, то есть СНГ-команды не бракаются с СНГ, ну, используют именно для браков европейские какие-то команды, потому что разные квалы для отбора. Ну, у меня вот этой информации нет, я знаю, как Китай делает, например, Китай все равно, они тренируются все вместе, друг с другом, ну, у них, правда, тренировки не какие-то закрытого типа, у них это тренировки по разряду, сыграем ДПЛ-лигу, сыграем Эчкап-лигу, у нас очень много таких вот своих лиг, где каждый с каждым по нескольку раз, бывает за день, поэтому там нормально эта практика работает. Ну, в целом, по драфту, если так посмотреть, ну, не знаю, я вот могу, наверное, сказать, что у команды Spirit пик действительно неплохо, у них есть все, у них есть хорошая драка 5 на 5, у них есть лейт, у них есть хороший физдпс, все есть, но когда я вижу их противника, этот логотип Virtus.pro, я понимаю, что, ребят, как же вам будет трудно, и даже вот закрывая все драфты команды ВП, просто команда настолько сильная сейчас, не только в своем регионе, но и в целом в мире, что ты отдаешь ей предпочтение при любом драфте, а там уже как ребята сыграют. Да, при любом драфте и при любом патче, наверное, потому что сейчас мы видим, условия игры немножко поменялись, но судя по этим квалам, ВП показывают стабильно такой же хороший перформанс, как и раньше. В рамках, конечно, противостояния с более сильными командами хочется посмотреть, но это чуть позже, это январь, скорее всего, будет, это, скорее всего, будет где-то Китай, вот что-нибудь подобное. Ну, я говорю о стабильности скорее, потому что ВП у нас, если они играют в квалах, а сейчас мы знаем, система такова, что тебе так или иначе все равно придется играть в квалах, вот, то в квалах ВП всех абсолютно работают. Да, ты вроде бы только-только тут мейджор целый выиграл, как бы, такой чемпион мира, ну, по факту этого сезона, грубо говоря, а потом тебе говорят, иди в закрытые квалификации, играй там с Мантисом и его компанией, ну, так оно и будет. Так, ну что у нас, небольшие стычки, контроль баунтирун, естественно, нас с вами ожидает пока, ну, зонить Скаймак умеет, Роджер на нем, конечно же, задел на 2-0 талисмана и просто будет спамить пока. Да, 2 цирклетки и 2 мантии. Тоже получается у нас урон, ну, почти на 2 единицы грейдится, вот так вот, если посмотреть с Аркинболта. Ну, шутки шутками, а все в мелочах, Дота, она вся в мелочах. Ну, Скитер очень хочет, но не может, да. Здесь 2 баунтируны за командой Virtus.pro, снизу, сверху. Паша отобрал. Ой-ой-ой, а нет, подожди, получается, что спириты забрали 2 баунтируны? Да, Паша забрал как раз 2 снизу. А, да, снизу, да, он забрал, все верно. Но могут соло, могут соло убить, кстати. Вот эти подачи, Хеста же, оставись, дачанин. Все, ладно, успокоился. Чуть ли в соло не запинал сейчас. Нет фаерспиритов, но сбивают фласочку соло и приходится Алексею либо стоять здесь и немножко подрегенится Станго, подождать лесных крипов, чтобы одного из них съесть Дивауром. Либо идти на базу. Ну и, естественно, соло идет на базу. Ну, как-то он, видимо, крипов ждет. Ну, да, 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 нет, все-таки пошел на сильный кемп, чтобы ждать нейтралов. Реген есть, все-таки все равно. Ну, такое, сначала прям грустно стоишь, ждешь крипов, потом что с ними делать? Он будет кушать, естественно, там регенится сейчас. ХП-реген повышенный, но все-таки понимаем, да, что в 7.20 он был суперхороший этот реген, достигал при двух съеденных крипах, по-моему, до 40 в секунду, что, вы сами понимаете, довольно много на седьмом уровне. Вот, сейчас это поменьше стало, сколько там ныне? 18, да, на последнем уровне прокачки, с одного, соответственно. Ну, все равно прилично. Он уже возвращается на линию и будет здесь находиться. Надо помогать, естественно, Рамзесу набирать стоповый крип стат. Опа, Роджер делает ферсблад, убивает ФНГ. Ну, вот и закидал, вот, пожалуйста, скилла Скаймага. Сила Скаймага просто спамят, спамят. Ой-ой-ой, какая встреча. Он увидел, он увидел, что летит ФНГ. Кстати, можно и поднапрячь Роджера, есть Тандерстрайк. Но абсолютно не хватает мувспида, чтобы добежать и дать хотя бы один удар. Угу, это правда. Как же неприятно Рамзесу. Вот Дум пятерка, вроде бы на бумаге выглядит круто, но на линии, ну и на линии в том числе. По факту мы видим то, что тяжело морфлингу как-то бодаться с брюмастером. И Дум толком-то ничем не может помочь. Он милишник, да, у него хороший реген, но он милишник и у него ноль брони. Он подходит и сразу получает несколько ударов от брюм. И вынужден отходить, морегениться. Не хватает, да, того самого с прошлого патча доброго, жирненького, такого бронированного. Или бронированного, правильно? Не знаю. Огромага? Ой, ну Ванта в соло пошел, Рассманты, посмотри, с дабл-дамеджем. Опа! Да, он его просто добил и Пользонтач так же работал. Вот это поворот. Даззлик унижает кунку в центре без регистрации, без смс. Даззл! Черт возьми. Да, если сейчас ты смотришь и тоже постепенно начинаешь привыкать, ну даззл-миди, даззл-миди, то в прошлом патче это был бы, конечно, какой-то шок-контент. Да и сейчас, ну на самом деле, то, что он хорошо ставит линию, это факт. Тут с этим ничего не поделать, но то, что он убивает кунку, это, конечно, уже из разряда нонсенс. Ну посмотрим, но Ван получает замечательный старт сейчас, при хорошем крип-стате еще и сделал фраг. А дальше вот мне интересно, как он будет собираться, потому что я видел два, две сборки. То есть некрономиконы сперва третьего уровня, потом мидас делаем, либо просто некрономиконы без мидаса, либо мидас, и не делаем, нет, некрономиконы все равно делают. Ладно, при любых раскладах делают некрономиконы, это как факт. Вот, посмотрим, как будет но Ван, из чего исходить, мидасики или сразу некрачи. Да, сразу некрономиконы себе ставят быстрый закуп. Да, у него два нулика уже имеется. Мне вот интересно еще наблюдать за противостоянием на верхней линии. Там сейчас убивают Соло, еще один крит, и Соло не сгорает, до сих пор живет. Добивает его Бивер, последний момент, но Рамзес мстит за Алексея. Очень важный фраг для Рамзеса здесь, естественно, при не самом лучшем крип-стате, он все-таки делает убийство, это очень неплохо может поднять ему экономику. Ну, самый лучший, но я так смотрю, 12 на 4 идет Рамзеса при такой линии, при действительно тяжелой линии, это мощно. Мы видим то, что его гоняют и постоянно не дают жизни на этом лайне. Ну, у Паши тут вообще комфортная ситуация, я смотрю на Сент-Кинге. Там поставили разочек сентри, этот сентри моментально сбился, и кажется, спириты больше не хотят эту войну сентри продолжать. А, соответственно, и Паша после этого будет получать вот так вот, пожалуйста, на лун нападает, броу-страйк. Ну, и Скиттер здесь очень сильно страдает сейчас, есть Песочек опять от Паши, и залетает Голубь, это убийство. Без поддержки остался Скиттер, пока суппорт у него отлучился, и беда. Еще одно убийство. Ну, опять же, много урона с двумя нулями. Да, лилия жесткая. Вот мы говорим о том, что Брюмайстер сверху, эта линия очень такая неприятная, да, вместе с Фениксом. То здесь тоже в ответ, конечно, Скаймак, Сент-Кинг, вот та самая, самая добрая. Ой, векунку. Но Ван, что ты? Там перетянулся ФНГ, и по сути, сначала Но Ван был целью, и пошел размениваться. Да, Владимир вообще неплохо разменивался. Да, 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 понимаю, что уйти точно не получится, и лучше попытаться убить кунку, и попытка удалась. На топе Брюм, Инфернал Блейд, и Стажироты немножечко подмяли, но он будет жить. Да, причем не Святыня, можно подрегенеться. Слушай, а теперь вот Найн это будут охранять, оберегать, потому что что-то он много умирает в центре, против одного Дазла тут целых три героя собираются. Консилиум от команды Спирит по вопросам обеспечения некомфортной жизни для Но Ван, и комфортной для Най, ну да, тут потому что, ну ладно, Дазл стоит нормально пока под своей вышкой. Ну да, только пока дискомфорт заставлять Но Ван не получается. Ну, видимо, крипстат у него очень хорош, получше даже, чем Кунка немножко добивает крипов. Ну, в целом, в роге не идет. Торрентом не попадает, катапульту забирает еще и хилом. Ну, в целом, у Virtus.Pro по кор-героям крипстат хороший. Рамзес опять пытаются прогнать Спирит, очень неприятный Рамзес. Ну, 28 на 9, он поправил свой крипстат, вывел его на хороший уровень. Поэтому три кор-героя ВП держатся пока младцем. Да, вот смотришь на Рамзеса постоянно и видишь его порог здоровья и понимаешь, что Морфлингу реально тяжело. Морфлинг реально терпит на этой линии. Ну, а потом смотришь на его крипстат и думаешь, а все вроде бы неплохо. Хорошо живет. Гнобят, гнобят, но толка от этого мало. Так, а теперь помощь для Но Вана. В центр прям за вышку выходит. Найна пытается навить, конкассив шот. Залетают Аркейн Болты. Торрент не попадает. И еще пара Аркейн Болтов, и все. Но ФНГ тоже может стать целью атаки, если вдруг Артем подставится. Летает Бивер. Это что-то нагло, конечно, придумал. У Роджера очень много скорости бега. Роджер подхиливает. Ну, пока Но Ван здесь. Причем, да, с Грейвом играет. Он будет сейвить. Найн, может быть, ты что-нибудь придумаешь? Нет, ничего не придумает, не поспеет. Но, может быть, хотя бы Соло перехватить. Окей, здесь, наверное, получится. Крес торрент, под ноги под Соло. Втроем бьют. И отличный удар через Крипа стоит Брингера. Делают это убийство. Ну, хотя бы так. Наглеют, Виртуз Про наглеют. Седьмая минута, идут куда-то за вышку в чужие владения. Драться, где у них нет вижена. Естественно, за это спирит должны наказывать. А тут еще и Хэстер Джеротт погибает. Погибает Ли? Погибает Ли. Вот в чем вопрос, да. Я поспешил немножко с выводами, но... Там стеки, правда, есть. Рамзес превращается в ремастера. Теперь опять морфинга. Так, адептив есть. Адептив есть. Осталось вижем найти. Можно клэп... А, ну... Не стал манзить. Да. А, закончился морф у него. Вот почему не клэпнул. Погибает Даззл в центре. Очень много героев спирит перетянулось сюда ранее и не уходили. Роджер. Роджер теперь. Кто кого. Ты меня гонял, я тебя теперь гоняю. Есть теншн-сил. Да, и под теншн-сил там стеки, да? Оп. А теперь обратно. Добили. Асоло подошел. Отличный шок-вейв. Роджера, конечно, должны здесь будут убить, но... Асоло сможет ли кого-то в ответ забрать? Хочется Найна. Там будет ли какая-то тп-шка? Да, Даззл уже подтягивает. Найна-то понимает, разворачивается. Уходит как раз-таки по лестнице наверх и будет жить. А, глимс на Нувана. Отлично. Отлично, ФНГ. Здорово сработал. Да, нужно теперь тратить свое время. Типы ФНГ. Типы пошли, да? Френдли типы. Да, Френдли, конечно. Потому что игроки-то друг друга знают, причем с очень давнего времени. И где-то им вместе приходилось стоять за стойкой комментирования и так далее, там аналитики, где-то вместе приходилось практиковаться. Столько всего было. Лучше, я думаю, что сейчас Соло и Роджер благодарят ФНГ. Как раз и типа этого, я думаю, тоже по той же причине, за то, что Гримсону, Даззла все-таки опыта можно немножко постоят на виде получить. Это всегда полезно для саппортов. Соло там пятый уровень пока. До десятой минуты еще нужно ждать минутку буквально, чтобы получить книжку. Да и вопрос, кому книжка достанет, скорее всего Скаймагу. Там все-таки Мистик Флэр. Три нулика уже есть, нападает на Скиттера. Есть Эншен Силл. Аркен Болт провожают. Луну. Луна без ультимейта об этом узнают. Бодиблок. Хорош. Хорош. Ну, как-то разочек только бодиблокнул. Но если бы побольше немножко, то было бы быстрее, наверное, это убийство. Все равно забирают. Шоквейв от Соло очередной. ФНГ подтягивается. ФНГ, конечно, есть. Глимс, но он ничего не использовал. Получает Эншен Силл, как же Болинс, на Воркен Болт и пол-ХП. Глимс есть, но не Роджера. А значит, Роджер будет давить. Но вообще, думаю, все правильно сделал ФНГ. Там Шоквейв был готов у Дума. Да, в итоге спасся. Все неплохо получилось. Там где некрономиконы? Но вон. Пока нету, да? Не нафармил еще. Немножко осталось, кстати, на свиток. Наверное, рейндропы имеются. Пять зарядов. В принципе. Противская мага. Хорошая вещь. Самое главное, не израсходовать до того, как сделаешь себе драмы. Ну, всем можно покупать рейндропы. Не важно, собираешь ты себе артефакт с них или не собираешь. Просто из-за того, чтобы пережить какой-то магический урон. Какой-то нюк. Слушай, вот так вот игра вроде бы идет. 6-8, ты думаешь, ну, разрыва по фрагам-то нет особо никакого. Да, ну, 4 тысячи преимущества уже, да. Как-то грустно. Во многом благодаря тому, что очень сильно отпустили Сент Кинга, очень сильно отпустили Морфлинга. Рамзес, опять же, мы делали на этом акцент. Ему непросто, но с Морбит Маской намного легче фармить. Можно, во-первых, отходить в лес, восстанавливать себе здоровье за счет каких-то слабых нейтралов. Плюс на линии стоять намного комфортнее. И Паша. На Пашу вообще забили. Игроки команды сперед, и Паша спокойно стоял и фрифармил. Да, ну, не знаю, может быть, есть, конечно, какой-то план. Сверху был использован скан. Знают, что здесь не один персонаж. И распистовывается эпицентр. Рамзес здесь, конечно, Праймал Сплит. Скитер старается уйти, прячется. Отличный ультимейст. Кстати, шторм, тут эта комбинация забатили. Здорово, хватит ли сил убить Рамзеса? Как же много впитывает Рамзес. Выживет ли он, Рамзес? Стикер Рамзес превратился, но получает бим и погибает. Такие, наконец-то, сделали это убийство. Ну и Паша прячется в песочек. Тут же его глимсуют. Возвращают на родину. Возвращают к четырем игрокам команды Spirit. Да, тут же и Найн, который дает комбинацию через Крест и Корабль. И погибает еще и Паша. Хороший ответ от Spirit на перетяжку Сент Кинга. По сути, прочитали этот момент. Пришел ФНГ, пришел сюда Найн. И могут также подловить еще и Соло. Нет глимса. Голдаун слишком большой, не получится. Солду бежит. Да, вот хороший прием. Понятно, что потратили огромное количество ресурсов, ультимейтов, Праймал Сплит, Клипс, Корабль. Но полезно убивать Морфинга, и надо это делать как можно чаще. Вот уже преимущество было четыре, осталось три. И счет по фрагам он сравнял с Мистик Флэр. Соло. Отлично, Роджер. Да, нашел Мальты Винтера, который пытается себе шестой уровень добить. Так, у нас люди умирают. Везде. Повсеместно, да. И еще одна смерть точно будет. Это Ноуан, который, будучи в таверне, делает еще одно убийство. Экрономиконы работают, пожалуйста, первые. Замечательно. Так, вверх притяжка от Бивера после респаула. Ну, это помочь Найну, пока он остается на этой линии. Хочет купить себе армлет. На армлета быстро деньги не появляются. Нужно потерпеть. Линия сложная здесь все-таки. Она и номинально называется сложный. Есть крест. Попытается Рамзеса, возможно, взять. Нет, крест без торрента, поэтому ничего страшного. Просто напугал. Ну, и вообще саппорты тут были. Так что, на всякий случай. Ну, статики есть. Бивер. А, вот, Бивера пятый уровень. АЕЕ, экспы, по-где-нибудь подворовать, конечно, Супернова очень бы пригодилась в драках. Тут, если посмотреть, Супернову кто бьет? Морфлинг бьет. Вот, все. Больше никто не бьет. Ну, я имею в виду, где-то там игра затянется до мидгейма. Надо будет пробивать больше, чем, например, сколько сейчас? Атак, подистрок 5. А, например, 8 раз надо будет ударить. И вот будет тяжеловато, потому что морфлингу придется отвлечься и забирать эту Супернову. Ну, Даззл тоже с натяжкой, конечно. Ну, да, с такой достаточно большой натяжкой. Ну, хотя, да, с другой стороны-то он же раскачанный, плюс не крономиконный. Какой-никакой атак спид у него имеется, поэтому он поможет. Глимс. Опа, Паша, красавчик, Паша. Ну, где типы-то? Типните, парни. Ну, он задоджил же. Наверное, закончились типы. Задоджил Глимс, как я понимаю, был раустрак. Да, конечно, конечно. Ну, это на самом деле хорошее микро, это хорошее понимание момента, Паша. Ну, просто молодец. Такое, это приятное. Да, стажеротен. Можно использовать Праймал Сплит. Супернову потратили до этого на Пашу, но Солу и так можно забрать. Грейп. Но в последнюю секунду Солу еще подбайтит. Немножко стажеротен Праймал Сплит. Паша не успел подкопать. Дум все-таки погибает. Там очередной Глимс пытается забрать Роджер. Роджер один против троих пока остается. Паша подтягивается. Мистик Флэйр не самый удачный. Есть подкоп по Дэншн Сил на Феникс. Но никто не помогает по одному. Просто погибают ребята из Виртуз Про. Забрали такие Фениксы. Но есть рассказ с кораблем в Пашу. Паша получает Орон. Паша тоже погибнет. Паша убьют. А тут еще и НОУАН. Да, уже нет Праймал Сплита. Кастер Джероттена. Он закончился. Но можно дальше идти. Просто колотить с руки НОУАНа. Отходит Кастер Джероттен предусмотрительно. Потому что Дазл тоже имеет неплохую атаку. Приходит Рамзес. Сразу забирает Куньку. Это уже размен неплохой для ВП. И атака на ФНГ пошла. ФНГ глимсует пока что Рамзеса. Бежать, бежать, бежать. Скрываться. ТПшечки нет. Просто бежать. На позитиве, на морале. Давай ФНГ. Надо обмануть Рамзеса. Рамзес. Опа, здорово. ФНГ. ФНГ разворачивается. Как его добить? Как же добить похитрее? Это кинетик. Так, стик зарез... Да ладно, отпустил. И тычку отменил, как мне показалось. И в итоге не так дал. Наверное, два удара, скорее, нужно было. Ну, хотя бы один раз надо было попробовать. Ладно, в общем, отпустили. Слушай, а ну Ванта перестал покупать себе Necronen Con. Точнее, перестал их грейдить. И решил выйти в Меканзам. Вот это новости. Ну, мы видим то, что в Virtus.pro и по первой игре это было понятно, что они ориентированы на ауры. И они понимают, насколько они важны в игре. Ну, плюс здесь, конечно, элемент вот этого бёрста урона. Да, когда залетает корабль, статик шторм, там, эклипс. Хочется после этого просто восстановиться и потом на развороте подраться. Статик шторм. На Пашу, эклипс. Залетает, может быть, не самая удачная. Там, не Грандомико, но впустите вперёд, пусть впитают. Поцепили Роджера на крест. Роджера будут забирать. Расставался перед своей смертью, но неудачно. В итоге погибает он. Но потратили эклипс. И статик. Корабль, крест. Корабль тоже. Ну, пришёл в Пашу корабль. Дум был использован. Подавили Феникса. Надо донойти. Хорошо. Отлично, найм. Так, ну, Том... Крестеджеротен зашёл сбоку. Отошёл. Пока не стал лезть в какие-то размены. Но тут Паша идёт агрессивно. Его возвращают сразу на крест. Был использован торрент. Паша эпицентр не успел раскастовать. А вот вопрос. Но, Ванн, что надо было использовать в этой ситуации? Он дал хил. Или он Пуизонтач, по-моему, кинул? Пуизонтач кинул, а на Грейпмана не хватило. Ну, бывает, ладно. А так бы, конечно, эпицентр раскастовался. Потому что был бы Грейф, и там какой-то урон. И, может быть, кого-то в ответ забрали. Но, в общем, не получилось. Как-то какой-то небольшой бесплей. Так, Роджер хочет соляную немножечко наварить. Давай-давай посмотрим. Оп-оп-оп. А там Армлет. Ой, хорошо, выживает. Здесь хп остаётся. Да, Арм сыграл. Ну, Роджер... Найс трайв, в таких случаях говорят. Да. Попытка была. Но, может, ещё и Рамзес. Отомстите. Нет, одного удара опять не хватило. Кэстер Джер Роттон держится. Держит в одной руке бочку. Там, второй рукой как-то за бочок. Ещё и весло своё нужно как-то нести. Но до базы всё-таки дойдёт. Играются в Virtus.pro. Играют очень ненадёжно в последних драках, в последних моментах. Стараются, ну, соло-плей какой-то показать. Да, индивидуальное исполнение. Где-то не получается. Ну, в общем, дают все возможности спиритам реабилитироваться в мидгейме. Вот что важно. И этим надо пользоваться спиритом. Что-то подарки. Да, но морф. Не стоит забывать про него. Рамзас фармит. Фармит очень много. Мы видим то, что топов. Нет, ворс на данный момент идёт. Ноуан, но... Морфлинг как план Б, по сути. На мидгейм и на лейт уже. А ВП по-прежнему ведут 4000. Ну, те самые 4000 они вели уже давным-давно, да? На минуте десятый где-то. Поэтому преимущество не растёт. Да, преимущество не растёт. Это... Ну, плохой страх, наверное. Ну, скорее плохой, чем хороший. Но, тем не менее, оно и не убывает. Ого. Опа, подцепили. Эншн сил. На крейсер она возвращается. Никаких проблем. Команда подтягивается. Если что, у Бивера готова. Супернова. Есть на статик шторм. Хастажерот он без блинка. Но есть праймал сплит. Можно дерзко напасть. Статик шторм просто наглую на морфинга ставится. Прям туда же ставят Супернову. И просто сметают. Боже, как больно. И Супернову могут не разбить. Всё-таки добивают Супернову. Летает в циклоне Скаймаг. Найн. Под атакой находится. Даёт удар Стэдбрингера. Идёт дальше за ним. Ноуан с некрономиконами. Там Сэн Кинг разультился с эпицентром. Но в крипов добьются всё-таки. Брюмастера. По идее, должны. Но он... Выживает. Опа, дом. Ну, соло держал до последнего. Эту способность ключевую. И делали 4 минуса. В ответ на смерть морфинга и Скаймага. Ну, драка опять же плюс Виртос ПРО. Очень много потратили Спирита для того, чтобы убить морфинга и его заберстить. Это получилось. То есть план действительно был неплохим. Расхастовали, забрали. Но после ресурсов для драки просто не оставалось. Такая сумбурная немножко драка была вообще. Потому что, ну, Спириты делали всё хорошо вначале. Очень хорошо. Особенно с этим убийством морфа. Всё получилось. Но потом вот размены пошли такие несуразные. Было видно, что и у одних, и у других не всё получалось. Хотят ВП зайти и забрать Рошана. Так как Некрономиконы были готовы, сейчас уже закончились и по времени. И одного убил Рошан. Рамзеса возвращают. Есть перекачка. Влетает корабль в Рамзеса. Удар стоит Брингера. Делает Кунка. Подкопал Паша Луну. И Луна разультилась. Но в самый последний момент её убили. Соло подцепили на крест. Работает Сэншторм у Паши. Торрент по двоим. Неплохой, но Дазл прохиливает. Тут же Святыня. Можно убить Кунку. Подкоп по двоим от Паши. И туда Мистик Флеер. Минус Дум. Но это вразмен на Кунку, который является коровой позицией. Дальше идёт Паша. Уже без маны. Феникс даёт Санрей. Кстати, на клик оказался Бивер. Паша подкапывает ещё. И Брюмастера. Брюмастера забирает Роджер. Но Роджер не пойдёт уже за Бивером. 5-2 в 4 получилось, кажется. Ну да, морфинга убивают. Всеми возможными способами ребята из Спирит. Потом герои у них тоже рассыпаются. Да, тысяча золота зарабатывают. ВП в этом размене. Притом, что дерутся на чужой святыне. Да, опять-таки в отсутствии какого-либо обзора. В наглую идут в Virtus.pro вперёд. У них пока получается выигрывать эти сражения. Здорово раскидывают нюки. При том, что морф. Ну, мы видим то, что урона он не больше всех нанёс. Больше всех урона нанёс СК и Скаймаг. По сути. Но Рамзес умер. Но при этом ещё и заработал денег. Так как поучаствовал в убийствах. Так, грифсы, я смотрю, появляются уже готовые. Но вана. Баунтируны контролятся. Забирают сверху Спирит и два. Снизу забирают два Virtus.pro. Так вот, грифсы, интересно, потому что кулдаун на них сейчас 24 секунды. Вы представляете, насколько это мало. И это при этом ещё Ба Джужу находится на втором уровне прокачки. То есть прокачается ещё, кулдаун станет ещё меньше. Ну и в драке можно будет раза два применить так точно. А если затяжная драка, то все три. Поэтому, в принципе, хорошее решение. Опять-таки, главное побольше активных артефактов. Чем больше их, тем легче в драке будет. Тем больше импакта будет от самого Дазлика. Круто. Ну а дальше можно уградить тикрономиконы. И усиливать свой пуш. Тем более есть Doom, который тоже может зарядить ауру какую-то. Например, Волкос есть. Пока у него анхоули ауры имеется. Сенкинг с Блинком, Роджер... А, Кая. Хорошо. Ну а там Кая собиралась с самого начала. Кая плюс ещё и четыре нулика. Ну да, много-много магии. Много урона очень. БКБшками обзавестись. Так подумал команде Spirit. Ну, в частности, конечно, я подразумеваю здесь Скитера. Скитер пока вот Мом. Драгонлендс хочет Манта Стайл. Манта Стайл тоже здорово. Эншн Силл себя сможет сбрасывать. Эншн Силл, да. Ну, в целом, магический урон всё равно пока что тяжело переживается у команды Spirit. Ну, я смотрю, а Кунка пошёл просто физ ДПС. С Кристаллисом хочет выйти в Дейдлс. Заход Рошан, вернусь про. Кристаллис хорошо апгрейнули в этом патче, как такой дешёвый айтем, который за свои деньги даёт довольно много урона. Ну, неужели ничего не будут делать? Там Морфинг с дабл дэмэджом так быстро с Рошаном разбираются. Идёт вперёд Дум просто впитать. Он делает это сознательно. Дал свой ультимейт, конечно, Солл здесь тоже погибает. Хотя Грейфа, посмотрите, может сюда подтягивается. Забирает очень быстро Луну. Луна ничего не успела сделать. Крест, Раскаст, всё это Сент-Кинг, да ему всё равно абсолютно. ФНГ под замедлением погибает также, получая Аркенболты в спину. Тут же Пойзон Тач пытаются остановить Кунку. Мистик Флэр яс. Под замедлением жёстким будут убивать Рамзе с Рядышком. С дабл дэмэджом он всё ещё работает. Это дабл дэмэдж. Супернова просто для того, чтобы защититься. Её Морфинг пробивает в наглую. Посмотрите, Супернова перерождается, конечно. Но Морфингом здесь ничего не сделать. Магии просто не хватит. И Virtus.pro уже под сердовышкой воюют. Нет крипов. Крипвейв находится вообще на речке. Но и Мистик Флэр используется по Фениксу. Всё-таки неудачную позицию для себя выбрал Бивер. Никак отомстить не удалось. Паша. И это всё при том, что Крипвейв находился на речке у команды ВП. И на вышку работал бэкдор и работал бы ещё долго. И все вот эти вот дайвы, они по сути были, ну, ни за что. Я имею в виду объективы, конечно же. То есть убийство сделали. Это хорошо для Virtus.pro, но по объективам не хорошо. Главный объектив — это деморализировать команду соперника. Просто загнобить, погнать в тиль, чтобы они ушли с квалификации. И не просто путём-то попадания в лозера и вылета, а просто чтобы они согласились с тем, что они больше не будут выступать. Да, это челлендж можно устроить, понимаешь? Одна команда уже есть. Хотя Virtus.pro любят давать себе... Челленджи всякие. Челленджи, да, задачи какие-то. Я вспомнил только картинку, где там идёт смерть по разным дверям в одном коридоре. Там, знаешь, первая команда 7, дальше Spirit. Такой немножко грустный, конечно, мем, но тем не менее, это очень похоже на правду. Соло. Мем на мем, но, да, соло подловили. Могут убить, но хотя есть Грейв, но он его даёт. Брюмастер использовал Праймал Сплит. Соло под урной погибает. Рамзес дерётся, но с Брюмастером тоже особо не подерёшься. Можно убить огненную панду. Тем временем сгорает Паша ещё от Санрея. Пошёл дальше Рамзес прямо в бэклайн противника, но сразу встречается с Эклипсом от Луны. Мистик Флэр есть по Кунке. Кунка погибает пока что, сейвит Рамзеса с помощью шау Грейва. Рамзес перерождается в Брюмастера и погибает. Это Аегис. СЖ, он здесь нечем сбить телепортацию, он просто уходит. Аегис сбили, спецчета Аегиса 2 в 2. Ну, это неплохо для Спирит в их ситуации. На этот раз хотя бы Луна не погибла из плюсов, потому что Луна всё время погибала. Да, но Спирит потратили всё. Ультимейт Луна потратили. Да, они всегда всё тратят. Роджер. Хорошо, ещё одно убийство. Ну, вот Спирит точно неплохо для Спирит. В их ситуации они даже великолепно подрались, я бы сказал. Да, вот с убийством Роджера. Действительно, и стрик, по-моему, да, там был. Килингс прибыл. А, сорвали. Почти 500 золота, но солидно. Солидно. И Хекс дальше будет делать ОНОВАН. Только я об этом сказал, он сразу же переменил свои планы и теперь решил сделать Блокинг Бар. Ну да, магия. Магия с одной стороны, магия с другой стороны. Причем, опять же, Спирит даже никак и не пытается этой магией справиться. Я не вижу ни пайпов, я не вижу ни БКБшек. Но то, что БКБшек нет, это не то чтобы странно. Понятно, что Скитеру нужна эта манта, которую он делает, она ему реально нужна. Сбрасывает тот же Ancient Seal, хотя с другой стороны и БКБшка тоже бы в таком случае спасла. Возможно, если Спирит дальше будут держаться, дальше будут сдерживать этот натиск Virtus.pro, преимущество это 7000 у них есть, и мы видим то, что ВП реально давят. Брюмастера подловили. Какой-то Вистик Флэр такой пытался предугадать положение Брюмастера, в следующую секунду дал подкоп, а Брюмастер этого не ожидал. Да ладно, отлично, Паша, как же вовремя перетянулся. Два минуса уже сделали, будут бросаться в погоню. Но я думаю, что на безопасное расстояние дошли игроки Спирит, и больше никто не умрет. Но Паша подстраховал прям, из ниоткуда появился король песка и наказал противника жестко. Теперь он действительно король, может хотя бы ходить в песке. Да ладно, ты видишь это, нет? ФНГ поставил центри, следом Роджер поставил опс, и этот центри не видит опса. Да как-то прям на границе. Тоже интересно получилось, использован static storm Роджер. Под атакой находятся кунки, но получает веншин силы, получает дун также соло. Рамзас теперь показывает, что он тоже неплохой кунка. Неплохо скомбинировал, превратился теперь в своего морфинга. Клипс, надо его задоджить, просто отойти. Отходит, Луна ускоряется, идет вперед до конца, за домом дуума нужно добивать. Он под веслом, пару ударов в спину, есть это убийство. Отлично, но правда Луна теперь оказывается под фокусом тоже. Один в два, и Феникса пытают забрать. Снова подкоп от Паши, просто великолепный. Два в три уже. Скитер вместе с Кастажиротом остается вдвоем. Кастажирот у нас находится без прайма, сплит, эпицент раскручивается от Паши. Пытаются убить Скитера. Скитер заходит на свой хайграунд. Не спастись просто-напросто нечем. И тиммейтов, которые могли подстраховать их тоже нет. Два в четыре, на этот раз выигранная драка от Virtus.pro. Точнее, я бы сказал, даже в очередной раз она была выиграна командой Virtus.pro. Один стучь преимущества, и все грамотно опять же сделали. Да, у Феникса очень большой респаун тайм, потому что, по сути, это был дайбэк. И получилось все очень печально для Спирит в этой драке. Еще и Хастажиротона убивают. Анимация каста на Праймал Сплит, и просто пока он кастовал, его убили. Конечно, есть байбэки. Есть байбэк у Луны, есть байбэк у Брюмастера, Кунка. Там отреспауниться прямо сейчас, но этого не делают Спирит. Они просто погибают под своими 3-4, Паша на максимальной дистанции добегает, достигает противника и уничтожает. Ну, там грифсы с 20-секундным кулдауном. Найн пытается отбиться всеми силами, но там и ул от Паши Кунка останется здесь, он не вернется. В Освоясе на крест Рамзес в форме Брюмастера подходит, дает Клэп. Тут же Хастажиротон, настоящий Брюмастер, но Найн уже погиб, выкупается. Хастажиротон и пытается сейчас хоть как-то разобраться с Рамзесом, но убили уже штормовую панду. Ну, ладно, идет дальше под БКБ. Этот опасный дазл с БКБшкой под Тир-4 пошел панду убивать. Так, ну камешки полетели. Что будут делать Спириты? Ну, вроде казалось бы, надо уходящих персонажей цеплять, но кажется, и никуда не собирались Виртуз Прот отходить на самом деле. Они продолжают развлекаться на чужой базе, ГГ, ФНГ не выдерживают такого натиска, такого прессинга. 2-0, друзья. Это 19 минут катка, это 28 минут катка. Ну, довольно быстро справились меньше, чем за час. 28, но она, как мне кажется, могла бы закончиться и раньше, потому что ВП все делали играючи, скажем так. Они иногда допускали ошибки, причем я бы не назвал это, знаешь, ошибками. Они допускали их сознательно, потому что они думали, ну пойдем, ну задайвим. Да, разменяемся не очень выгодно для нас, но, как мы видим, то, что они контролировали ситуацию на карте, вот, и результат закономерный. Ну, ты делаешь ровно то, что позволяет тебе делать твой соперник. Это логика простая, где Виртуз Прот позволяли себе выходы в Тир-2, когда крипы там где-то возле их Тир-2 находятся. То есть это вполне было обосновано, потому что они там, ну, во-первых, доминировали, во-вторых, у них получалось это делать. В общем, все в стиле Виртуз Прот. Это очень легкий выход в плей-офф этой квалификации, с чем мы Виртуз Прот поздравим. У Спиритов сейчас челлендж номер два, это вновь преодолеть команду на Пангельер. Им сегодня это уже удалось разочек сделать, в счетом 2-0, напомню, встреча эта завершилась. Поэтому у нас будет небольшая пауза. Эта встреча, по-моему, будет вообще завтра, если я не ошибаюсь. По-моему, да. По расписанию. Поэтому будет отдых и на Умпагельер, и у команды Спирит, ВП в плей-оффе, все четко. А мы, наверное, будем брать небольшой перерыв, чтобы встретиться с вами уже на квалификации в Южной Америке. Друзья, ни в коем случае не ложитесь спать, потому что эти квалы, они здоровские, они интересные, и есть зачем еще посмотреть. Продолжение следует...